Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и в данном видео вы услышите ответы на вопросы, которые задавались Дэвиду на онлайн конференциях. По какой стратегии Гамильтон выбирает сделки? Мне кажется, что он должен покупать, а он продает. Когда нужно отключать робота? Когда лучше включать робота? Почему Гамильтон работает с пипсами на боковом тренде? Как описать стратегию работы Гамильтона простыми словами? Есть ли смысл увеличивать сумму на счету Гамильтона? Глядя на ситуацию на прошлой неделе, можно ли назвать Гамильтон хорошим роботом? Почему у разных пользователей робот делает разные сделки? Можно ли как-то регулировать степень риска в Гамильтоне? Итак, первый вопрос. По какой стратегии Гамильтон выбирает сделки? Мне кажется, что он должен покупать, а он продает. Да, есть множество графиков и паттернов, согласно которым трейдер может решить, что вот это отличный момент для входа в рынок. Но нужно помнить, что Гамильтон создан по другому алгоритму, чем Бенджамин. Гамильтон открывает позицию и пытается украсть буквально пару пипсов. Поэтому алгоритм Гамильтона значительно отличается от тех графиков, которыми пользуются трейдеры. Когда обычно нужно отключать робота? Мы тестировали робота на протяжении многих месяцев и можно сказать, что пятница всегда опасный период для трейдинга. Обычно мы отключаем робота в четверг примерно в 17 вечера по восточному времени США или в час ночи пятница по московскому времени. Когда лучше включать робота? Если нет каких-то важных новостей на рынке, я включаю в понедельник в 8.45 по восточному времени США. Это 16.45 Москва. Почему Гамильтон работает с пипсами на боковом тренде? Поскольку Гамильтон изначально создавался для людей с небольшими суммами, то была выбрана стратегия работы с пипсами. Работа с более крупными суммами была бы связана с более высоким риском. И чтобы у людей была возможность оплачивать ежемесячные счета, была выбрана именно такая стратегия. Как описать стратегию работы Гамильтона простыми словами? Гамильтон анализирует 7 различных временных графиков. Он усредняет эти значения и определяет тенденцию движения рынка. Если рынок движется в пределах прогноза, то открывается сделка. Есть ли смысл увеличивать сумму на счету Гамильтона? Гамильтон работает с одной сотой лота. Хоть на счету будет 500 долларов, хоть миллион, это будет всегда одна сотая лота. Глядя на ситуацию на прошлой неделе, можно ли назвать Гамильтон хорошим роботом? Когда происходят значительные события на рынке, Гамильтон требует больше внимания, чем Бенджамин. Как вы, наверное, заметили, Бенджамин справлялся с торгами намного лучше, потому что он воплощает искусственный интеллект. Гамильтону требуется больше внимания. Например, иногда требуется отключать его, когда на рынке происходят значительные новости. Учитывая события на рынке на прошлой неделе, я нанял еще людей, задача которых анализировать рынок. Их задача коммуницировать с партнерами и время от времени включать или выключать робота на основе определенных параметров. Именно поэтому я рекомендую установить Телеграм, потому что через него вы будете получать уведомления о значительных движениях на рынке. Вы можете просто закрыть сделки и выключить робота, пока не закончится турбулентность на рынке. Думаю, что это оптимальный способ защитить ваши средства, если у вас Гамильтон. Конечно, я понимаю, что у нас есть люди из разных стран, из разных часовых поясов, которые в момент выхода новостей могут просто спать. Но не забывайте о том, что на небольшой депозит Гамильтон дает хорошую прибыль. И все, что от вас требуется в течение недели, вовремя его выключать и включать. То есть просто несколько раз нажать на кнопку. Почему у разных пользователей робот делает разные сделки? От чего это зависит? Все зависит от конкретной ситуации на рынке. Роботы настроены таким образом, чтобы действовать независимо друг от друга. Дело в том, что если роботы всех пользователей, а их уже тысячи, будут одновременно открывать одни и те же сделки, то это не понравится брокерам. И они могут препятствовать нашим сделкам, а нам это не нужно. Роботы созданы таким образом, что они открывают разные сделки в разное время, что дает брокеру возможность обеспечить необходимую ликвидность. У меня 12 аккаунтов с Гамильтоном, и 5 из них не принесли прибыли в пятницу. У меня вопрос, применяется ли стратегия Мартингейла? Да, всегда есть вероятность непредсказуемых движений рынка, но я могу сказать точно, что мы не применяем Мартингейла, при котором сделки совершаются в одном направлении, но каждый раз удваиваются. В нашем случае робот действует по-другому. Если движение тренда не соответствует индикаторам, он не открывает сделку. Конечно, на Форекс ничего нельзя гарантировать, но когда рынок подходит к границе, то практически всегда происходит разворот тренда. Поэтому, если у вас больше денег, то Бенджамин работает по более безопасной стратегии, это настоящий искусственный интеллект. Помимо обычного трейдинга, он анализирует множество дополнительных параметров, больше, чем анализирует Гамильтон. Если вы инвестировали 500 долларов и рассчитываете получить прибыль от 400 до 700 долларов, то это связано с более высоким риском. Можно ли как-то регулировать степень риска в Гамильтоне? Если вы хотите торговать агрессивно, вы можете установить размер сетки 20-30. В этом случае у вас будет больше сделок. Но если хотите торговать более консервативно, измените размер сетки с 50 до 150 или до 200. В этом случае у вас будет меньше сделок, но они будут более качественными. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго!